Обвинительное заключение в своем деле получил житель Александровска и гражданка Узбекистана. Пара решила наживиться на лесозаготовках и вывезла из России древесину хвойных пород. Все по классике жанра, предоставляли неверные сведения о товаре и подделывали документы. Конечно, такое преступление не осталось безнаказанным. Парочку улечили сотрудники полиции и теперь они ждут суда. Обвиняемым грозит как минимум внушительный штраф. Перемещаемся в Кизю и там пожарные спасли мужчину и двоих детей. Пламя вспыхнуло в квартире. К возгоранию поспешили 3 единицы пожарной техники и 7 человек 94-й пожарной части города Кизю. Жертв удалось избежать благодаря слаженной работе спасателей. Они эвакуировали 30-летнего мужчину и двоих детей 2 и 4 лет. Сейчас предстоит выяснить по какой причине произошло возгорание. А теперь перейдем к хорошим новостям. В Соликамске появится новая территория для творчества. Команда отправилась на форум Таврида. И в конкурсе проектов «Город.Роста» выиграла грант. В Соликамске на сегодня недостаточно творческих пространств. А эта инициатива позволит разнообразить культурную жизнь жителей. Здесь планируется проводить и мастер-классы, и камерные спектакли, лекции и многое другое. Проект рассчитан помочь молодым людям реализовать свой потенциал в территории. Тем самым развивать город, делать его комфортнее, современнее и интереснее для молодых людей. Рубрику «Верхниками» сегодня подготовил Евгений Казанцев.